Когда-то иметь дома комп было круто. Сразу появлялась куча друзей, и ты чувствовал себя шишкой в школе или во дворе. Но сейчас очень важно оставаться мобильным. Пускай железо будет слабее, но компактные размеры вместе с автономностью рулят. Так что пекарни потихоньку-помаленьку уступают свои позиции. А все потому, что такую штуку как ноут можно взять куда угодно, и не особо париться насчет отсутствия розетки поблизости, по крайней мере в течение нескольких часов. Но что насчет финансового вопроса? Играет ли он ту же роль, что и при выборе смартфона? Или дела на рынке лаптопов обстоят совершенно иначе? Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня ты увидишь баттл, в ходе которого мы постараемся разобраться. Что все-таки лучше, не париться и взять ноут за десятку? Или раскошелиться и отвалить целую сотку? Через 15 секунд. BQ представляет серию смартфонов BQ Magic. Новейший восьмиядерный процессор, мощная батарея, яркий безрамочный экран, бесконтактные платежи. BQ Magic от 6990 рублей. Промокод на скидку в описании. Раунд один. Характеристики. Большинство потенциальных покупателей хотят мощное железо, подсветку изо всех щелей, большой дисплей и много места на жестком диске. Я даже опросил нескольких знакомых, и примерный список требований состоял из хорошего проса, большого количества оператива, удобной клавиатуры, емкого аккумулятора и возможности дальнейшего апгрейда. Иными словами, дешман за десятку практически никому не интересен. Если смотреть новые модели, в лучшем случае тебе светит какой-нибудь двухъядерный пентиум со встроенным видеоядром, ТН-матрица с ужасными углами обзора и парой USB разъемов. Если сильно повезет, отхватишь модель аж на 8 гигов оперативы. На вторичке дело уже получше, потому что за плюс-минус 10 тысяч можно найти что-то на Core i5 с третьего поколения с дискретной видюхой и даже SSD-шником, если владелец его предварительно установил. Ну давай будем реалистами. БУ, техника, особенно ноуты, та еще лотерея. В подавляющем большинстве случаев ты не знаешь продавца, не можешь нормально протестировать устройство и понятия не имеешь, в каких условиях им пользовались. На вести глянец перед продажей может каждый, но ведь есть куча косяков, которые показывают себя только со временем. К примеру, постоянно отваливающийся Wi-Fi, как одна из распространеннейших болячек старых ноутов. Что будешь делать, если твой девайс превратится в кирпич через неделю после покупки? Да, в общем-то ничего. Скорее всего, пойдешь в мастерскую, где какой-нибудь Вася слупит еще 10-15 тонн за восстановление полумертвой мастеринки, при этом сделает с ноутбуком нечто подобное. Слушайте, это просто жесть. Я не знаю, кому они давали этот ноут, кто в него лазил, 4 гигана, не украли, по крайней мере, память, просто накинули. А мог и заменить рабочую оперативу дохлой, они такое любят. Я вообще считаю, что ноуты лучше покупать новые, и с гарантией. В крайнем случае, у очень хорошего знакомого, который бережно относится к технике, но и эта ситуация 50-50. Был, ну, так себе вариант. Да, сейчас выльется тона хейта со стороны коммерсов, которые насмотрелись роликов Мурка или Сплайна. Но в магазин я могу прийти в любой момент и предъявить за дефективный гаджет, либо потребовать свое бабло обратно. Плюс жопу греет официальная гарантия, по которой ремонт будет бесплатным. Я, конечно, и сам могу починить неисправность, насмотревшись ютубщика. Но зачем тратить свое время, если для этого есть специалисты. И в отличие от смартфонов, брать мощный ноутбук в кредит уже не так зашкварно. Но только при условии, что он действительно нужен для работы или учебы, и впоследствии будет приносить бабки. Если подытожить, то ноут с мощным железом более предпочтительны. Он покупается далеко не на один год как смартфон. Так что переплата за топовые характеристики более чем оправдана. А значит, результат дебютного раунда. Ноутбук за десятку – 0 баллов. За сотку – 1 балл. Роунд 2. Назначение. Если ты эксперт, который параллельно играет, стримит в 4К и рендерит несколько видосов подряд, то поздравляем. Подавляющему большинству ноут нужен тупо для того, чтобы ютубщик и скайп с телегой запускались без подлагиваний. Мысль о том, что мощный лэптоп лучше, касается покупки полноценного рабочего инструмента для заработка денег. Твоей маме, сестре, подруге или тёще хватит с головой какого-нибудь простенького ноута, лишь бы работал и не тормозил. Ну и батарейка более-менее живая, чтобы можно было переносить гаджет из комнаты в комнату. Помню, как лет 5 назад мой сосед взял офигенно дорогой девайс. А знаешь зачем? Потому что консультант впарил, типа без такого железа никак не обойтись. Так что отвалил АВ за топовые i7, 16 гигов оперативы, дискретную видеокарту и Full HD экран. Откуда я это всё знаю? Он каждую неделю приходил ко мне в гости и просил, чтобы я настроил очередную хрень типа одноклассников. Я не для этого учился на программиста. Ты герой, починивший интернет. Вот в таких не знаю как барыги с их непомерной наглостью находят идеальный источник дохода. А крутой ноут в итоге попадает не в те руки. Ну и многие слышали подробные истории. Если подытожить всё вышесказанное для дипломов, курсовых и рефератов, хватит любой дешманской пишущей машинки за плюс-минус чирик. Но желательно с SSD, который я бы купил отдельно. Так дешевле. С операционкой на твердотельном накопителе даже голимый селерон или атлон не будет тормозить при работе с офисными программами и в браузере. Ещё могу посоветовать не экономить на оперативной памяти и вместо 8 гигов взять 16. Любители открывать по 30 вкладок сразу оценят данный совет. Если на борту идёт только 8 гигов, тогда нужно узнать, есть ли возможность расширить ОЗУ и сразу докинуть сверху, чтобы не мучаться. Итого, SSD-шник, достаточно оперативки и всё. Мощный процессор и видеокарта с рейтрейсингом. Штуки бесполезные, если кроме офисных программ и браузера тебе ничего больше не нужно. А вот когда в Eldorado или M-Video говорят, что для приложений вроде скайпа, крома или косынки нужен 20-ядерный Intel i9 100-500 с двумя терабайтами оперативы. Пиздец. Пиздец. Это тупой развод на бабки. Поэтому промежуточный результат ноутбук за десятку 1 балл, за сотку 1 балл. Раунд 3. Апгрейд. Рано или поздно даже некогда мощный ноут начинает подтупливать. Ну а ты как хотел. Приложения постоянно обновляются и требуют всё больше ресурсов. Зачем далеко ходить? Хром года 3-4 назад жрал гораздо меньше ресурсов. А сейчас в простой требует полтора гига. И это без запущенных вкладок. Хотя главным критерием производительности были и остаются игры. Как бы ты ни кричал, что ультра настройки нужны только графодрочерам и главное сюжет. Играть с нормальной картинкой гораздо приятнее. Конечно, качество воды здесь не может не радовать. Смотрите на этот шлейф. Главное западло всех дешёвых моделей заключается в том, что на них ты можешь в лучшем случае заменить жёсткий диск на SSD и добавить ещё планку оперативы. Хотя не факт. Память может быть распаяна на материнке, как и проц с видеокартой. Так что ни о каком будущем апгрейде уже речь не идёт. Оперативная память на них уже распаяна на плате и имеется отдельно также слот для вставки планки оперативной памяти. Ну и что тебе мешает вставить ещё одну планку и не париться? Как минимум тот факт, что работать будет либо встроенная, либо дискретная память. То поменяешь шило на мыло и молишься, чтобы ноут завёлся. Если с оператива ещё есть какой-никакой выбор, то процессор припаян на всех недорогих ноутах. Чтобы его заменить, придётся очень сильно запариться. Поднимаем вверх, немножечко выезжаем и шпок и вуаля. В таких случаях выгоднее покупать б.у. модели ноутбуков на Core i5 второго или третьего поколения. На них ещё довольно часто встречаются классические сокеты под процессоры. А дальше дело техники. Смотришь, какой прост поддерживается материнкой, покупаешь, ставишь и тестишь. Сегодня даже четырёхъядерный Core i7 третьего поколения можно без проблем найти на китайских площадках. Но если ноут хотя бы на Хасвеле или более новом поколении чипов, такая халява может уже и не прокатить. С аккумулятором аналогичная ситуация. Современные ноутбуки начисто лишены съёмной батареи якобы в угоду жёсткости конструкции и надёжности. Но по факту никому не выгодно, чтобы ты покупал рабочий источник питания вместо убитого. Бери сразу новый ноут. Например, Сава Брокин кинул. Игровой красавчик HP. Четыре ядра, процессор, 2 гигабайт оперативной памяти, видеокарты Intel Graphics, поддержка 4K. Если говорить прямо, далеко не все топовые ноуты. За сотку и более рублей позволяют хоть что-то поменять. Но это касается скорее ультрабуков, вроде MacBook 2016 и новее, где всё заточено под минимальный вес. Вот с геймерскими ситуация попроще. Там вариантов апгрейда гораздо больше. Некоторые производители вообще засовывают компьютерные процессоры вместо ноутбучных, что ещё сильнее облегчает задачу по увеличению мощности. Но не только этим хорош Dream Machines RX. Главное, чтобы система охлаждения была способна выдержать мощь камня с теплопакетом 65 и 95 ватт. Я заменю тот самый гиперпень, который изначально стоял в ноуте на более мощный шестиядерный i5-8400. А параллельно можно и оперативно добавить и жёсткий диск, заменить на SSD формата M.2 и лесота, выкинуть бесполезный DVD-привод, если он есть, и на всякий случай обновить все термопрокладки, чтобы температуры снизить. Как ни крути, более дорогая техника представляет больше вариантов для дальнейшего апгрейда в рамках конкретного процессорного сокета. Зато в материнку, предназначенную для второго или третьего поколения процессоров Intel Core, даже при огромном желании, ты не поставишь топовый i7 восьмого поколения. У тебя попросту разъёмы не совпадут. И хоть результат баттла немного предсказуем, но будем объективными. Ноутбук за десятку один балл, за сотку два балла. Такого же мнения придерживаются и наши подписчики паблика ВК. Почти 70% респондентов считают, что дорогой ноутбук стоит своих денег и в отличие от смартфона экономить на нём не следует. А ты согласен с результатами баттла или всё фигня? И ты отроешь офигительный лэптоп за 200 баксов? Пиши своё мнение в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые жаркие баттлы Ютуба. Также заглядываем в наш паблик ВКонтакте, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим подобное голосование и орём над угарными мемчиками.